Бог создал разумных существ для того, чтобы поделиться с ними своими любовью, радостью, счастьем, блаженством. Но Бог не навязывает ни себя, ни своих даров, поэтому Он создал разумных существ свободными. Только там, где есть свобода, может быть и любовь. Вынужденная любовь, любовь по принуждению – это не любовь. Выбор пролегает между тем, любим ли мы Бога больше, чем себя, или любим себя больше, чем Бога и все остальное, всех остальных. Если взять любой грех и начать докапываться до его корней, до его сути, то мы увидим там самолюбие. И вот в выгребную яму самолюбия сначала свалился один ангел – сатана, затем он увлек за собой еще часть ангелов, Потом вовлек и первых созданных людей, и последующие люди впадали в грех. Однако это не смогло отменить или сделать невозможные достижения той цели, ради которой Бог создал весь мир и людей, и ангелов. И Господь Иисус Христос, воплотившись на земле своей жертвою, стер последствия греха и открыл путь ко спасению для всех людей, кто любит Бога, кто желает полюбить Бога больше, чем себя. И все они войдут в уготованное им Царствие Божие в конце времен. И так исполнится тот замысел о создании мира и людей, который Бог имел прежде создания мира. Все грехи этого мира и все усилия дьявола и бесов, равно как и злых людей, не смогли и не смогут помешать воплощению того замысла, который Господь имел о создании этого мира. Те, кто выбирает любовь к Богу, будут вместе с Ним разделять Его любовь, радость, счастье и блаженство. Субтитры создавал DimaTorzok